Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Акваградус с вами Андрей и сегодня у нас постановка зерновой браги на основе ячменного солода методом горячего осахаривания как вы помните в прошлом ролике мы поставили с вами брагу на основе ячменной крупы методом холодного осахаривания и использовали при этом дрожжи кодзи данные дрожжи позволяют осахарить и избродить сырье которое не имеет в себе ферментов сегодня же мы будем ставить зерновую брагу на основе ячменного солода сам солод в процессе проращивания образует в себе необходимые ферменты для того чтобы тот крахмал который находится в зерне осахаривался и в процессе потом сбродился обыкновенными дрожжами дрожжи мы будем использовать обычные которые у нас есть на сайте для сахарных и сахаросодержащих браг использовать мы будем наше оборудование сусловарочный котел который входит в комплект пивоварни собственно это и есть пивоварня как она представлена на нашем сайте но как я уже рассказывал на данном оборудовании можно готовить зерновые браги вот мы сегодня это и сделаем использовать будем сегодня двухпаузное затирание первая температурная пауза будет при температуре 52-53 градуса это белковая пауза и следующая пауза самая основная это собственно пауза основного сахарения она будет у нас 66 67 градусов 65 67 градусов при этой температурной паузе происходит максимальное сахаре нашего ячменного солода то есть работают все группы ферментов которые необходимы для создания сахаров в нашем заторе и так как из прошлой нашей зерновой браги на основе ящевой крупы мы также взяли 6 килограмм сырья это ячменный солод как я уже говорил и что у нас подготовлена здесь у нас 15 литров воды доведенное до кипения в основной емкости в сусловарочном котле собственно мы налили 18 литров воды подогретой до 55 градусов гидромодуль также мы будем использовать один к трем как и в первом случае постановки браги после того как мы засыпем солод температура опустится до необходимой нам 50 52-53 градуса и при этой температурной паузе мы выдержим 15-20 минут далее будем нагревать до нашей основной паузы осахаривания 66 градусов и при 66 градусах мы выдержим полтора часа придерживаясь этой температуры за это время произойдет полное осахаривание затем мы остудим до необходимой температуры внесения дрожжей эта температура 25 28 30 градусов и внесем дрожжи и оставим брагу на брожение давайте же все это и проделаем давайте померяем температуру все-таки какая у нас воды чтобы не ошибиться вот наши 18 литров вот температура к близится 54 но если нет 55 не страшно мы доведем парогенератором до необходимой наш нам температуры на самом деле паузу 54 градуса не обязательно использовать если у вас нет такого оборудования вы можете использовать только одну единственную паузу это 66 65 67 градусов на которой произойдет полное осахарение только в процессе нагрева до температуры 66 градусов необходимо очень активно помешивать чтобы избежать пригорания итак вода 54 градуса как мы измерили засыпаем наш солод солод обыкновенный ячменный 6 килограмм так немножечко пылит и теперь тщательно перемешаем запах конечно замечательный когда вносишь солод вот мы попали практически 52 градуса на самом деле температурная пауза от 44 до 59 градусов поэтому нормально оставляем в таком виде на 10-15 минут после этого отключим парогенератор и так прошло 15 минут нашей первой паузы включаем наш парогенератор нагрев на максимальный нагрев в испарительной емкости куда помещено 15 литров кипяченой воды и доводим температуру сусловарочным котлет до 66 градусов при этом будем периодически помешивать чтобы тепло распределялось более равномерно что друзья довели мы до 66 градусов наш затор выключаем парогенератора вернее ставим на такую минимальную мощность чтобы он поддерживал здесь температуру в принципе можно выключить укутать теплыми одеялами но мы будем температуру контролировать и выдержим полтора часа при 66 градусов все друзья у нас прошло полтора часа для вас как одна минутка наш затор осахарился давайте посмотрим что там внутри посмотрим на температуру какая-то мы продержали и будем остужать можно попробовать на вкус очень сладкая очень прямо шпритор на сладкая и давайте попробуем посмотрим температуру какая у нас тут вот 66 1 градус опускаем наш чиллер и подаем водичку на охлаждение так вот его также процессе охлаждения будем немножко помешивать чтобы равномерно быстрее всего охлаждалась прикрываем и охлаждаем до температуры внесения дрожжей эта температура 25 28 30 градусов все сбраживать мы решили в непосредственно в самом баке так как перегонять мы будем в нем же при помощи парогенератора переливать мы никуда не будем поставим бродить прям прям непосредственно в баке для этого мы соорудили вот такой вот импровизированный гидрозатвор для этого взяли верхнюю часть аппарата спектр переходник с 2 дюйма на пол дюйма поскольку на крышке у нас 2 дюймовый кламп дальше идет стандартный переход и холодильник носик холодильника закрыли а трубочка с термометра будет опущена в баночку и таким образом будет полностью мы проверим конечно на герметичность все это и углекислота будет выходить именно вот отсюда итак друзья в течение минут сорока мы охладили наш затор до 35 градусов пусть еще немножко охладиться а пока отсыпем дрожжей дрожжи мы взяли исходя из расчета 8 10 грамм на 1 килограмм крахмал содержащего сырья дрожжи мы отмерили 50 грамм и аккуратно рассыпаем на поверхности нашей нашего затора и через 15 минут перемешаем и поставим под гидрозатвор еще раз перемешаем для равномерного распределения тепла температурку мы опустили до 30 градусов это вполне нормальная температурка для внесения дрожжей перемешаем и будем ставить под гидрозатвор данная брага обязательно должна стоять под гидрозатвором поскольку зерновые браги особо склонны к различным рода заражениям поэтому гидрозатвор использовать обязательно итак прошло 15 минут перемешаем нашу брагу и установим под гидрозатвор наша палка-мешалка перемешали также это брага по опыту заведется где-то часика через два первые два дня будет очень активное брожение за том затем брожение будет постепенно спадать и концу 6-7 дня брожение должно полностью прекратиться тогда можно и перегонять мы будем перегонять ровно через семь дней все установили мы наш импровизированный гидрозатвор форме аппарата проверим нигеля не пропускает воздух да все нормально все держит вот такая вот у нас была постановка браги методом горячего осахаривания единственное что осталось это поставить под гидрозатвор мы устанавливаем емкость водичкой опускаем туда трубочку таким образом у нас будет стоять брага все наше время брожения углекислота будет выходить в воду и будет видно когда прекратится брожение ну и в заключение как всегда хочется сказать подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы в комментариях ставьте лайки встретимся уже с вами на первых перегонках этих двух брак с вами был андрей и компания акваградус всем до новых встреч а и Продолжение следует...